Утопающий в мусоре львов сегодня парламентариев не интересовал. На согласительном совете о нем не прозвучало ни слова. Эту и другие темы затмила возможная коалиция на троих или пятерых в прежнем формате. Правда, в разных фракциях и позиции разные. Одни уверяют, договариваются, другие опровергают, мол, никаких переговоров нет. С какими заявлениями нардепы возвращаются в Раду после двухнедельного перерыва и изменится ли хоть что-то в работе Рады? Вот, что я увидела с утра в парламенте. Их не было в стенах парламента с февраля, а предстоящие две недели нардепы обещают трудиться упорно. Правда, первое, с чего начинают согласительный совет, все те же внутренние проблемы парламента, дисциплины и посвящаемости до реформы Рады, которую все никак провести не могут. Я надеюсь, что рабочая группа, которая напрасывает законопроекты по реформе парламента, запропонует как минимум два акта законопроекта. Кроме этого, в Раде надеются в ближайшие недели сменить состав Центра избиркома и, как безотлагательный, принять закон о двойном гражданстве. Документ сегодня внес в парламент президент. Нардепы больше озадачены меморандумом с МВФ. И чуть ли не все фракции требуют от Кабмина показать, на каких условиях Украина берет деньги взаймы. Повестка дня, как всегда, полна инициатив. Теперь главное – суметь организоваться. Из организационных вопросов спикер наконец дал поручение побыстрее укомплектовать парламентские комитеты. 40 нардепов до сих пор не числятся ни за одним. А вот как укомплектовать коалицию, похоже, думали во время двухнедельного перерыва. В самой большой фракции Блок и Порошенко говорят, переговоры о возвращении ведутся всеми фракциями из состава бывшего большинства. Радикалы, о чем возможном участии в коалиции не раз писали СМИ, громче всех кричат, что никуда вступать не собираются. А Батькивщина уверяет, если и коалиция, так только в новом парламенте. Я хочу очень четко и ясно заявить, что это обман. Партия Батькивщина не ведет никаких перемогов о том, чтобы Батькивщина восстановилась и вошла в ту коалицию, которая сегодня руйнует нашу державу. И поэтому наших подписей вы никогда не увидите под этой коалицией, которая действует против украинских интересов. Самопомощь разговорам о коалиции внимания не уделяют больше, озадачены блокады на Донбассе и требуют закон об оккупированных территориях. Парламент при этом игнорует витальные проблемы страны и не говорит сегодня, казано про что, казано про что. Только не про важливые вещи, такие как закон, который сегодня требуют все люди нормальные, адекватные, про оккупированные территории. Мы против любого отчужения этих территорий. Там живут граждане Украины, имеют гражданские паспорты граждане Украины. И то, что идет в попытку отстолкнуть эту территорию, это неправильно. Если подписаны Минские угоды, и есть после завершения безопасной программы политический план повернения к территории и отновленная территориальная целостность Украины, то это как раз полностью вкладывается в эту идеологию, и мы ее полностью поддерживаем. Но, несмотря на требования некоторых фракций принять закон об оккупированных территориях, в повестке дня нет никаких документов. Как нет документов и о запрете торговли с Донбассом. В блоке Порошенко считают, что блокада лишь редит экономическому росту страны.